Какие инструменты модификации? Есть прямоугольный контур. И, допустим, нам необходимо построить второй такой контур, который был бы со смещением внутрь на какое-то количество определенной единицы, например, 100 мм. Для этого выбираем инструмент смещения, нажимаем на пиктограммку, нажали, подводим его к контуру. Контур подсвечивается, щелкаем левой кнопочкой мыши и чуть-чуть сдвигаем. Сдвигаем так, чтобы вновь образовавшийся параллельный контур был внутри имеющегося. И дальше пишем необходимое количество расстояния, которое нам необходимо сместить. Ну, допустим, я напишу 300 мм, Enter. И, видите, образовался параллельный контур, который находится ровненько на 300 мм по отношению к внешнему внутрь. По отношению внешнему к внутрь. Ну, если такой, допустим, простой контур еще без проблем можно изобразить, то, например, если контур у нас имеет вот такую какую-то сложную конфигурацию, как, например, вот здесь, то в этом случае уже более проблематично изменить этот контур и изобразить его параллельным. Но с помощью инструмента контур это делается буквально одним движением. Этот инструмент позволяет смещать контур не только внутрь, но и наружу. Например, у нас имеется контур. Выбираю инструмент сместить, щелкаю по контуру и сдвигаю, но сдвигаю так, чтобы новый контур у меня оказался снаружи. И пишу дальше, например, единицы измерения, скажем, 300 мм. И видите, у меня новый контур нарисовался где? Снаружи, да, снаружи. Или еще, вот, пожалуйста, еще. То есть могу такие концентрические кольца построить, сколько мне необходимо. Видите, инструмент простой по принципу работы, но достаточно эффективный и позволяет хорошо изменять контуры, которые мы с вами создаем, приспосабливая их к тому, что нам необходимо. Необходимо. Теперь рассмотрим следующий инструмент. Следующий инструмент называется перемещение. Ну, для того, чтобы понятно было, как он работает, то же самое подготовим. Этот кубик немножко вытянем и предположим, что нам этот кубик необходимо переместить с этого места в какое-то другое. Для этого необходимо выбрать элемент, нажать на пиктограммку команды, взять за какую-то точку, за эту точку мы будем перемещать или указывать расстояние, щелкнуть и далее переместить туда, куда необходимо. И вот элемент оказался в новом месте. Этот же инструмент позволяет делать интересные вещи, как размножать, копировать элементы. Для этого необходимо выбрать элемент, ну вот он у нас выбран. Дальше нажать пиктограммку, перенести и нажать, зажать кнопку Ctrl. И при этом дальше выбрать точечку и смотрите, раз, переместить столько, сколько нам необходимо, раз, чтобы в ряду получилось элементов. То есть его что, скопировать. Можно теперь дальше выбрать сразу несколько элементов, несколько элементов. Точно так же нажать пиктограммку, перенести и Ctrl. И дальше смотрите, что происходит. Дальше можно их копировать вот так, сразу несколько элементов вместе. Вот какой результат мы можем получить. Ну, что, конечно, достаточно удобно. С помощью этой команды можно еще перемещать, ну не только полностью элементы, но, например, перемещать грани или вершины. Вот видите, я сейчас выбрал только одну грань, не целый элемент, а грань и вершину. И я могу модифицировать, видите, каким образом этот элемент. Так, как мне будет необходимо. Вот эти инструменты, они достаточно простые, но эффективные. Позволяют решать ряд важных задач при проектировании и моделировании различных объектов. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ждите следующих выпусков. До свидания.